Анжела, давайте начнем с того, что обозначим для наших зрителей, географию вашей сети, количество магазинов и в каких форматах вы работаете. Мы работаем в двух форматах. Это гастроном, классический супермаркет, который продает очень много готовой еды, свежих продуктов. У нас 65 магазинов этого формата и 135 дискаунтеров, которые работают под брендом Батон. То есть всего у нас около 200 магазинов. Где находятся? Красноярский край, город Красноярск и Хакаси. Как я понимаю, один из драйверов развития вашего сейчас это дискаунтеры. Какую вы модель, может быть, брали за образец? Как давно они у вас есть и насколько сейчас планы по их развитию глобальные? Мы развиваем дискаунтеры за 2017 года, уже 4 года, поэтому, наверное, с другими коллегами в регионах мы одни из первых, из пионеров. Открываем порядка 30 магазинов в год. Открываемся в Красноярском крае, открываемся в Хакаси. Зашли уже в регионы, где поселки, где количество жителей больше 5000, то есть коснулись уже таких небольших поселков, небольших городков. И мы собираемся, собственно говоря, эту экспансию продолжать. А как вы выбираете направление, куда идете? То есть есть какие-то районы, сколько я знаю, там край такой достаточно суровый, лесной? То есть есть прям такие, которые прям вот трудно-трудно добраться? И как вообще логистика выстраивается? В нашей компании очень хороший логистический центр, 3PL-оператор, который внутри нашего холдинга работает, тетралогистик. И, собственно говоря, это РЦ класса А, если говорить на языке логистическом. И фактически мы покрываем территорию от нас 600-700 километров от нашего логистического центра. И вот именно в радиусе этого расстояния мы строим свою сеть. То есть условно сейчас вы смотрите уже и на небольшие какие-то поселки, небольшие города? Да, конечно, конечно. Так, а что касается конкуренции с федеральными сетями? Как происходит экспансия? Как вы на нее смотрите? Как вы к ней готовитесь? Как вы к ней относитесь? Мы относимся к ней отлично. Коллеги по цеху вышли к нам 3 года назад. Сначала Магнит, потом X5. Порядка 300 магазинов уже на двоих. И, собственно говоря, мы уже привыкли с ними работать. Мы знаем, как бороться, как дифференцироваться по продукту. И вообще от конкуренции выиграет только покупатель. И, в частности, мы становимся сильнее. Почему? За счет чего? За счет того, что мы видим наших коллег. Мы знаем, как дифференцировать CVP от них. Мы, собственно говоря, отлично работаем по прямым контрактам. И у нас очень хорошие показатели. Приходилось как-то проводить какую-то работу с поставщиками перед приходом федералов? Очень многие про это говорят, что старались создать себе некую подушку безопасности. Допустим, там обговорить какие-то условия поставок, например, с локальными поставщиками. Как-то вы эту работу проводили? Вы знаете, с локальными поставщиками у нас давно хорошие отношения. То есть компания работает на рынке больше 20 лет. И, собственно говоря, это наша кредо. И это наша точка дифференциации. Потому что локализовать продукт до небольших регионов – это, собственно говоря, конек региональных сетей. Поэтому у нас с ними отличные отношения. Также мы выстраиваем отношения и по федеральным контрактам. У вас помимо вас, простите за тавтологию, на рынке есть еще один крупный региональный игрок, по крайней мере, которого даже мы вот здесь в Москве знаем. Это «Командор». Как вы с ними работаете на одном рынке? Вы конкуренты или вы, скажем, может в какой-то степени союзники перед лицом опять же федералов, например? У нас прекрасные отношения, у нас есть общие интересы с точки зрения локального продукта. Мы находимся в одной ассоциации по развитию локального местного продукта. Это называется «Енисейский стандарт». И вообще с коллегами по цеху мы строим хорошие отношения, потому что, на наш взгляд, всем места хватит, если конкурирует, собственно говоря, выстраивать бизнес правильно и правильно выстраивать CVP. То есть именно месседж к покупателям, именно продукт, который мы несем. «Енисейский стандарт» вы упомянули. Что это? Это наша ассоциация локальная, в которой как раз мы работаем с локальными производителями. Вы спрашивали про то, как мы строим отношения. Это локальная ассоциация, которая позволяет и «Командору», и «Красному Яру» выстраивать правильные отношения с локалами. То есть вы вместе с ними уже выстраиваете закупочные отношения с вашими поставщиками? Да, да. То есть условия у вас получаются одинаковые? С кем? С командором. Знаете, мы думаем, да, потому что по большому счету мы на рынке развиваем как бы две модели, коллеги развивают три модели. И с локальным производителем мы работаем вместе в рамках одной ассоциации. В прошлом году, когда грянула пандемия, все начали быстро запускать доставку, в том числе и в регионах. Как у вас обстоят дела с этим направлением? Мы запустили доставку, два года думали, запустили за четыре недели. Это был предпринимательский ход. Сейчас мы доставляем, получается, в рамках только города Красноярска. Думаем, как сейчас наш проект развивать. Есть несколько сценариев. Один из них, мы начали сотрудничать с Бермаркетом. То есть это, по сути дела, компания, которая обеспечивает последнюю милю. Это очень выгодно. Но также мы думаем про другие модели, которые тоже собираемся строить. То есть после пандемии доставка востребована в регионе по-прежнему? Да, она востребована, потому что это, в принципе, пандемия изменила ландшафт потребления. Есть покупатели, которым удобно, которые любят быструю доставку, которые любят длинную доставку, более тяжелые продукты набирают. Некоторые, которые любят фреш, чтобы им бы очень быстро доставляли. И фактически мы считаем, что это будет развиваться дальше, потому что молодое поколение, которое приходит в магазины, они совершенно по-другому уже смотрят на формирование своей потребительской корзины. И они любят, когда доставка у них есть как сервис. А вот, кстати, вы упомянули молодое поколение, а в целом покупателю у вас как-то вот с годами меняется его портрет? Как вы на это смотрите? Или он у вас за счет того, что появились дискаунтеры, и так сам по себе дифференцировался, и вы как-то вот на это тоже опираетесь? Очень хороший вопрос. На самом деле сейчас маркетинг, когда мы запустили программу лояльности, наша компания запустила классную программу лояльности в этом году, в 2020 году, и в 2021 мы ее развиваем. Мы видим на самом деле, что покупатель делит покупки. И в нашем дискаунтере, например, есть покупатели, которые состоятельные, на которые покупают продукты впрок. А если нужно что-то из фрешевых категорий, например, чем-то себя побаловать, они покупают это в гастрономии. Поэтому мы считаем, что это нормально. И есть маркетинг не деления покупателей по сегментам, а есть ситуативный маркетинг, который вот сейчас у человека есть какая-то потребность, он ее удовлетворяет. Поэтому мы считаем, что доставка – это тоже, скажем так, бесшовный сервис, который должен быть в нашем портфеле. Вот есть дискаунтер, есть гастроном, есть доставка. И когда клиент находится в контуре этих трех, скажем так, каналов, мы очень рады и счастливы, мы строим длинные отношения. А еще упомянули, что вы со Сбермаркетом сотрудничаете с доставкой, а каких-то местных своих компаний у вас не нашлось для того, чтобы реализовать со своими этот проект? Или удобнее вот с большой компанией, которая у всех на слуху? Сбермаркет – это агрегатор, в котором, собственно говоря, мы нашли просто свое место. И нам это выгодно, потому что они качественно делают логистику. Потому что именно в розничной, в e-grocery, назовем тогда, самое важное – это последняя миля. Она должна быть качественной, она должна быть, собственно говоря, эффективной. Иначе при том среднем чеке, который есть, да, это же на торговле электроникой, транзакция может быть убыточной, и унид экономика будет отрицательной. А про программу лояльности, пожалуйста, поподробнее расскажите. Что у вас реализовано, как реализовано, как работает? Программа лояльности очень интересная. Мы как раз строим отношения с клиентом в длинную, и мы максимизируем, так называемый, такое мерило есть в маркетинге – кастома – left and value. То есть стоит именно ту выручку, ту выручку, которую к нам приносит покупатель. Нам не важно краткосрочные сделки, нам важно выстроить отношения так, чтобы частота посещения, да, и чтобы выбор нашей сети, как бы у покупателя был все время в голове. Поэтому если ты, то есть это статусная программа, если ты посещаешь магазины, например, 8 раз в месяц, это будет один статус и одно начисление кэшбэка. Если больше, то другое начисление кэшбэка. И ему также открываются персональные предложения. Мы видим корзину покупателя, да, и мы формируем для него специальные предложения. А вы на кого-то ориентирулись, когда разрабатывали? Как вы вообще придумывали, как это будет у вас действовать? Мы смотрели, какие есть продукты на рынке, и, собственно говоря, понимали, что самое главное, как раз, вот повторюсь, да, это выстраивать длинные отношения. Поэтому нам необходимо максимизировать свою долю в кошельке покупателя, когда покупатель выбирает среди четырех магазинов. Соответственно, чем это выгодно, да? У нас много в ритейле промо, и все об этом говорят, да, и я думаю, что на любой конференции, когда ты приходишь, все говорят о том, да, без промо сейчас невозможно строить отношения, но все, с другой стороны, думают, как слезть, да, с этой иглы, потому что это фактически подрывает маржинальность бизнеса производителей и ритейлеров. А в данном случае программа лояльности, она как раз позволяет покупателю не запасаться товаром впрок, который тебе не нужен сейчас, да, по какой-то бросовой цене, а выстраивать именно правильно свою структуру потребления и получать выгодные предложения на то, что ты любишь. То есть у вас такое персонализированное промо получается? Это не веерное промо, как мы говорим, да, ну, те люди, кто занимается ритейлом, а это как раз специальное предложение, которое тебе сейчас выгодно и на основании того, что ты любишь. Угу. А что касается, собственно, производства STM, Пекарин, не знаю, что тоже у вас это все есть. Обычно-то в региональные игроки все всегда называют одним из первых конкурентных преимуществ перед федеральными игроками, в том числе. Вот насколько для вас это все приоритетно, сколько чего у вас есть? У нас есть, безусловно, собственное производство. В каждом, в гастрономии мы производим и кульнарию, это салаты горячие, это выпечка. И что мы тоже сделали за последние полтора года в нашей компании, мы полностью избавились от химии. Не секрет, что многие супермаркеты, да, и сети пекут на смесях. Мы полностью вывели эту технологию и завели технологию так называемых ремесленных хлебов, где все строится на закваске. И закваска созревает в наших магазинах. Мы, собственно говоря, выстраиваем вот такую линейку хлебов и выпечки. То же самое мы сделали в дискаунтере. Мы тоже отказались от технологии быстрого брожения и допекания, а перешли как раз к технологии вот этого заквасочного хлеба. Мы считаем, что это очень выгодно, потому что покупатели это отмечают. И мы вообще проводим исследования покупателей. И индекс НПС для любой сети является мерилом, как тебя рекомендуют. Нам очень радостно, что в динамике, мы уже 4 раза это исследование делали, мы растем и покупатели выбирают у нас как раз свежий продукт и очень хвалят наш хлеб. А как у вас вообще обратно себя с покупателем настроено? Через что? Это, кстати, тоже очень классный вопрос, потому что ранее мы больше делали упор на коммуникацию, скажем так, от нас до покупателя. А сейчас мы настроили систему, когда мы собираем обратную связь со всех источников коммуникации. Мы собираем ее в Инстаграме, ВКонтакте, это электронные средства коммуникации. Мы собираем обратную связь со всех книг жалоб, с интернета. Допустим, если прямая рассылка, человек может просто письмо написать. И таким образом, раз где-то в 2 недели все топ-менеджеры собираются, и мы разбираем на самом деле вот ту обратную связь, которая к нам поступила. Сейчас это порядка 1000 обращений в месяц, и мы дифференцируем их по проблемам. И с топ-менеджерами считаем, что очень важно как раз нам это разбирать, чтобы исправлять клиентский опыт, какие-то точки контакта в магазине, возможно, какие-то ошибки в офисе. То есть мы считаем, что это самая важная, ценная информация, которая есть. Вот еще, кстати говоря, о работе с покупателями. Многие сейчас обращают внимание на геймификацию. Прям у каждого, не знаю, второго, первого что-то есть. У вас что-то есть? Как вы смотрите в эту сторону? Вы знаете, это тоже можно сделать надстройкой в программу лояльности, но мы пока разбираемся именно с основами, с обратной связью, потому что есть что поправить, есть что, так сказать, дать еще какую-то дополнительную добавленную стоимость, полезность нашим покупателям. Поэтому геймификацией мы пока не занимаемся. Но мысли-то какие-то есть насчет? Да, конечно. Это классическая настройка для того, чтобы человек больше вовлекался в программу лояльности, то есть создавать некоторую лояльность к бренду. И я думаю, что безусловно, в арсенале у маркетологов есть, просто мы это сделаем чуть позже. Ну, мы сейчас на ритейл тех, то есть вопрос законоверный, который не могу не задать. Технологии. Что у вас есть, что бы хотелось заиметь, и что вообще в регионе, скажем так, актуально? То есть понятно, что там народ, как правило, менее избалованный, чем столица, и может быть что-то доходит, наверное, медленнее, чем, например, внедряется здесь. Про онлайн-доставку, про омниканальность и бесшовность мы поговорили. Я просто считаю, что клиент важен как раз во всех каналах, повторюсь об этом. Второй очень важный момент – это касса самообслуживания. Мы запускаем это уже в нескольких магазинах, видим большой трекинг этой услуги, она очень востребована. И когда мы ставим кассу самообслуживания, доля продаж через такие кассы доходит до 20%. Понятно в данном случае, что это для тех клиентов, кто хочет быстрее обслужиться и не стоять в очереди. Это очень хорошо. Второй очень важный момент мы запустим в ближайшее время – это виртуальный чек, потому что мы думаем об экологии, точно так же, как многие ритейлеры. И это позволяет не печатать чек на бумаге. То есть мы надеемся, что 5-10% наших покупателей это выберет. Следующая вещь, которая, мне кажется, это очень удобно, это услуга ScanGo. Она есть во Вкусвеле или в Москве. Есть, сейчас тестируют, насколько знаю, пятерочка. Это когда человек сам с помощью телефона сканирует товар, который он положил себе в корзину, и также с помощью приложения рассчитывается. Либо подходит с предчеком на кассу и тоже рассчитывается. Мы считаем, что тоже это очень удобная штука. То есть все технические вещи, они должны быть просто очень удобны для того, чтобы улучшать клиентский опыт, а не технологию ради технологии. И мы, конечно, ими тоже занимаемся, нам это очень нравится. Да, это логично, что ради пользы, а не просто ради хайпа. А насколько тяжело покупателя к таким вещам приучать? Вы вспоминали кассу самообслуживания. Вот, например, в Москве они выстрелили, когда началась пандемия, все начали сторониться друг друга. А как у вас это происходит? Вы знаете, наверное, в данном случае мы смотрели на тип магазинов, который так называемый магазин трафик, где очень много людей, где маленькая величина покупки, где очень важна скорость. Потому что кроме цены на рынке очень важна скорость сейчас, если говорить про триггеры у покупателей. И мы выбрали эти магазины и, собственно, начали их ставить. Хочу сказать следующее, что даже без помощи нашего консультанта услуга набирает оборот просто очень стремительно. Когда мы поставили консультантом, в принципе, добавилось всего лишь 5-7%, чтобы научить пользоваться. Тем более, если говорить про карту лояльности, она у нас тоже, кстати, виртуальная, если говорить про фишки. Не нужно с собой носить пластик. То есть человек может спокойненько просканировать даже на кассе самообслуживания свою карту виртуальную и закрыть свою покупку прямо на кассе. Если коротко сказать о том, на чем будете фокусироваться в этом году? Планы по открытиям, планы по экспансии? Чем можете поделиться, что не тайно? Мы будем развивать онлайн. Как раз мы об этом говорили в начале нашей встречи. Вторая фишка, которую будем делать, это как раз закончим все вот эти наши технические штуки, связанные с экспансией кассы самообслуживания, с виртуальным чеком, с Canon Go, вот эта услуга, которую мы сейчас обсуждали. И далее, конечно, мы открываем наши магазины. Мы порядка 30 магазинов планируем открыть. Из них большая часть будет как раз в регионах. В регионах, в смысле, в регионах присутствия? В регионах присутствия, где, собственно говоря, открыты наши уже хабы, где логистика наша покрывает вот это пространство. А за пределы Хакасии, Красноярского края вы не планируете выходить? Мы планируем выходить и рассматриваем ТУ. Там, где работают наши коллеги, как раз мы упоминали, командор. То есть, в принципе, хороший регион, близко к нам. Спасибо большое. Спасибо, что вы нашли время, что к нам прийти. И удачи вам в вашем бизнесе. Мне было очень приятно пообщаться. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.